Отдельная благодарность тем, кто оказывает поддержку каналу через Бусти и Патреон. Одна из самых интересных и в то же время загадочных личностей в GTA San Andreas это Майк Торена. Он появляется не в очень большом количестве миссий, но этого достаточно, чтобы вызвать некоторые вопросы у игрока и в целом создать ощущение некоторой недосказанности. Поэтому в данном видео мы поговорим про разные сюжетные тонкости и любопытные моменты, связанные с этим персонажем. Торена предстаёт перед нами правительственным агентом, скрывая при этом, в какой именно структуре он работает. Но если мы внимательно посмотрим на его деятельность, то сможем определить, что вероятнее всего Майк работает в Центральном разведывательном управлении США, проще говоря, ЦРУ. И отталкиваясь от этого, можно ответить и на многие другие вопросы. Для начала, что такое ЦРУ? Это агентство, задачей которого является сбор важных данных по всему миру, чтобы на основе этих данных руководство США могло осуществлять свою политику. В её задачи также входит проведение тайных операций по указанию американских властей. И это лишь упрощённое описание, не говоря уже о множестве историй, скандалов и теорий заговора, связанных с ЦРУ. И всё это отлично вписывается в историю Майка Торена. В США есть и другие местами схожие правительственные организации, но все они не подходят сюда настолько удачно. Кстати, имя Майк Торена – это вполне вероятно лишь прикрытие, так как агенты при ведении тайных правительственных операций обычно используют подставные имена. И что ещё любопытно, в ранней версии игры персонаж мог именоваться как Торино, что показывает название игровых файлов. Либо же это опечатка, вызванная тем, что на слух, даже когда написано Торено, всё равно читается Торино, и сами персонажи тоже произносят именно так. И Торино? Да, он там. Хочешь сам стать правительственным агентом, например, из ФБР? Заходи на онлайн-РП. Данный проект позволяет бесплатно играть в GTA San Andreas с друзьями на Android. Проект основан на режиме ролевой игры и включает в себя кучу возможностей, а специальный промокон даст тебе целых 120 тысяч единиц игровой валюты, а также люксовый автомобиль Gelenwagen, что будет очень полезным и крутым подарком в начале игры. Установка очень простая, следует перейти по ссылке в описании, скачать игру и установить на свой телефон. Затем после завершения загрузки в настройках надо вписать свой ник в формате имя-фамилия. Ну и в завершении останется лишь выбрать сервер, на котором ты начнёшь игру. Советую идти на второй. Короче, это отличная возможность играть в San Andreas по сети прямо на своём телефоне. Заходи на второй сервер и, конечно же, используй полезный промокод. Ссылка в описании. Рассмотрим миссии. Одним из наиболее заметных сюжетных моментов является постоянная вражда с другими правительственными структурами. В жизни ЦРУ точно так же соперничает с различными организациями, в особенности с ФБР. Негласная вражда возникает на почве того, что каждая организация по-своему видит ситуацию, по-своему хочет её решить и, конечно же, извлечь для себя выгоду, показывая правительству свою эффективность и получая за это деньги из федерального бюджета. В задании Hijack Торрена поручает СиДжею угнать цистерну у другого агентства. В цистерне, судя по всему, переводят нефтепродукты, что в свою очередь может намекать на тот факт, что в жизни ЦРУ активно вовлечено в нефтяную отрасль. Президент Картер в своё время даже заявил, что энергетическая политика Белого дома и Конгресса США зависит от ЦРУ. В миссии Interdiction мы вновь сталкиваемся с враждебным агентством, от которого следует защитить некую контрабанду, доставленную в пустыню. Несмотря на то, что завод по производству запрещенных веществ к тому времени был уже уничтожен, а Локусиндикат разгромлен, это вполне могли быть наркотики, так как Торрена очень тесно с этим связана, о чём мы скоро поговорим подробнее. А учитывая, что вертолёт летел со стороны Сан-Фьерро, можно предположить, что груз был доставлен через порт. Не зря на официальном сайте игры было сказано о том, что порт этого города служит главной точкой для поставок контрабанды. В другом задании под названием Stowaway, Майк поручает Сижею проникнуть на грузовой самолёт и подорвать его. История состоит в том, что некие предатели из другого то ли ведомства, то ли отдела, ведут дела с неуправляемыми диктаторами из Ближнего Востока, и теперь они собираются переправить мины, что может привести к большим проблемам как в этом регионе, так и в Латинской Америке. Здесь, помимо конкуренции спецслужб, показано активное участие ЦРУ в событиях в этих местах. Покопавшись в истории, можно наткнуться на случай из 1980-х, обернувшийся политическим скандалом. США, преследуя цель поддержать повстанцев из Микарагуа, тайно продавали оружие Ирану, чтобы вырученные деньги направить этим повстанцам. Возможно, хоть и не точно, что из-за этого Торена намекает на связь Ближнего Востока и Латинской Америки. А президентом Ирана, кстати, в то время был Али Хуминеи, достаточно авторитарный политик, который до сих пор управляет Ираном, правда уже на другой должности. И он вполне мог быть одним из тех, кого имел в виду Майк, говоря про неуправляемых диктаторов. Учитывая реальную активность ЦРУ на Ближнем Востоке, может быть, те агенты из миссии были сотрудниками той же структуры, что и сам Торену, но относились к другому отделу, ведь в отличие от прочих миссий, здесь использовалось слово «департмент», которое часто переводится как «отдел». В общем, эти ребята из ЦРУ пошли своим путём и могли наделать много шума, отчего Торена называет их предателями и говорит Карлу разобраться с ними. Отдельного внимания заслуживает история с наркотиками, в производстве и поставках которых участвовал Торена. В 1980-х в жизни из целого ряда источников стали поступать сведения, разоблачающие тайную деятельность ЦРУ. Агентство обвиняли в организации поставок кокаина в США, деньги от продажи которых направлялись на поддержку всё тех же повстанцев Никарагуа. Более того, в 1996 году журналист Гарри Веб выпустил статьи, в которых утверждалось, что ЦРУ организовало поставки наркотиков из Сан-Франциско в Лос-Анджелес, где Крэг распространялся среди банд Крипс и Бладс. Вам это ничего не напоминает? Да, именно этот случай Рокстар изобразили в GTA San Andreas. Наркобизнес из Сан-Фьерро осуществлял поставки в Лос-Сантос, где товар расходился среди банд Баллас, Фэмилис и других. В этой истории даже нашёлся частичный прообраз Биг Смоука. Это Рикки Рос, влиятельный наркоторговец из Лос-Анджелеса, который сильно обогатился на поставках запрещённого товара, организованных ЦРУ. И всё это понадобилось Майку для того, чтобы финансово поддержать противников социалистического режима в Никарагуа. И таким образом, как признался сам агент, принести неоценимую помощь для внешнеполитических интересов своей страны. Когда в реальности осуществлялись эти незаконные поставки, правоохранительные органы США не могли с этим разобраться, так как ЦРУ покрывало свою операцию. И даже эта деталь была отражена в игре, а точнее на её старом сайте, где полицейские из Сан-Фьерро не имели доступа к сведениям о наркобизнесе банды Рифа, которых как раз использовал Торена. Тут так и написано, Возможно, причастны к торговле кокаином, дополнительные данные засекречены. Занятно, что вся эта правительственная авантюра упоминается в новостях на разговорном радио, но мало игроков обращают на это внимание, и ещё меньше игроков связывают это с сюжетом игры. Сначала сообщается о торговле оружием в Панаме, Торено пару раз упоминал эту страну, а в жизни именно через неё ЦРУ снабжало оружием повстанцев из Никарагуа. В одном из следующих новостных выпусков происходит развитие панамской истории. Дискредитированный диктатор, о котором упоминается в новостях, это Мануэль Нурьего, панамский авторитарный правитель, который тайно сотрудничал с ЦРУ в области наркотиков, оружия и важных данных, но в дальнейшем его отношения с США ухудшились, американцы вторглись в Панаму и свергли диктатора. В 92-м году, как раз во время событий GTA San Andreas, Нурьего был вынесен судебный приговор, а сам осуждённый, в свою очередь, пытался довести до суда информацию о тайной работе ЦРУ, но это уже мало кого интересовало. По итогу, получается такая схема. ЦРУ по заказу властей США налаживает поставки оружия в Панаму, чтобы взамен получать партии кокаина, и через созданный Майком Локу синдикат производить крэк на заводе в Сан-Фьерро под крышей банды Рифа. Далее этот товар продаётся Биг Смоуку в Лос-Сантос, где запрещённые вещества распространяются среди уличных банд, а вырученные синдикатом деньги направляются на поддержку повстанцев в Никарагуа. Вот так вот всё закручено. Идём дальше. Помните, в ролике с разбором инопланетной темы в GTA San Andreas я затрагивал карту НЛО, вестящую у Майка? Эта вещь также имеет смысл с точки зрения отсылки к ЦРУ, ведь это агентство действительно занималось сбором данных об НЛО, не говоря уже о множестве теорий заговора, которые напрямую связывают правительственные службы с инопланетянами. За все перечисленные вещи, которыми тайно и порою цинично занимается Торена, его сильно недолюбливает Мистер Правда, который идёт наперекор правительству и стремится раскрыть большой заговор. Советую посмотреть отдельный ролик о секретах этого персонажа. Кстати, раз уж мы затронули тему пришельцев, насчёт Торена существует одно маленькое заблуждение, якобы в задании НЛО и Карлу приходится сбрасывать с самолёта нечто инопланетное. Некоторые игроки путают эти зелёные объекты с той зелёной слизью внеземного происхождения, которую СиДжей добывает для правды. Но на самом деле это всего лишь некое оборудование, которое жизненно необходимо людям Торена, и об этом он говорит вполне открыто. Также достаточно внимательно посмотреть на эти объекты, и станет видно, что они имеют камуфляжную расцветку, что говорит об их вероятном военном назначении. Идём дальше. Помимо поставок запрещённых веществ и слежки за НЛО, Майк борется с коммунистами, и даже посвящает СиДжея в последние новости, рассказывая ему об обстановке в России. Он говорит о том, что Горбачёв отдал корону с драгоценностями, что могло бы быть какой-то отсылкой к таинственным драгоценностям короны Российской империи. Но более вероятно, что это образные слова, означающие то, как Горбачёв в начале 90-х упустил власть в Советском Союзе, ведь корона — это символ правления. Может возникнуть вопрос, а с какими коммунистами воюет Майк, если даже по сюжету игры Советский Союз уже распался? Объяснить это можно тем, что в жизни даже после этого события в 1990-е в США продолжали действовать шпионы, работающие в пользу сначала СССР, а затем России. Об этом есть много различных свидетельств. Интересная деталь встречается в одном из диалогов, когда Торено перечисляет всех, кто ведёт за ним слежку, и эти люди очень хорошо подобраны сценаристами. Один из наблюдателей — это сотрудник управления по борьбе с наркотиками, а Майк, как мы знаем, погряз в этой теме по уши. Второй — это человек из ФБР, а ФБР — это чуть ли не главный соперник ЦРУ, да и в любом случае их наверняка должна была заинтересовать неоднозначная деятельность Майка внутри страны. Следующий — это русский, что неудивительно, учитывая, что Торено активно воюет с коммунистами и не раз упоминал о России. Далее идёт кубинец Акуба — очередная коммунистическая страна, тем более она прямо под боком у США. И пятый — это непосредственно те, на кого работает сам Торено. В общем, это не только хорошо проработанная деталь, но также и очередная подсказка, которая косвенно приводит нас к ЦРУ. И ещё кое-что. Читать этот диалог лучше либо в оригинале на английском, либо с русификатором от 1С, так как в переводе от Сан-ЛТД разговор Майка и Карла подан неправильно, и в итоге смысл сказанного полностью искажается. Из других любопытных моментов можно выделить то, как Торено читает книгу под названием «Теория заговоров», который пишет о самоубийстве Гитлера и о сбросе бомб Америкой на Японию. Майк смеётся над этим и говорит, что люди верят в полную чушь. Другими словами, то, что в реальной жизни считается достоверным фактом, в GTA San Andreas выставляется полностью противоположным, будто бы это не более чем домыслы. И это, кстати, хорошо вписывается в упомянутый мною ролик о мистере правде. В некоторых миссиях, связанных с Торено, на транспорте присутствуют уникальные номера. Полагаю, что таким ненавязчивым образом разработчики хотели отразить личность данного персонажа, как, например, было сделано у Свита, где его номера показывают приверженность Банди, а у Кэти, девушки СиДжея, номера намекают на её работу в больнице. Так вот, в задании Hijack Майк предоставляет Карлу мотоцикл, на номерах которого написано «Проповедник». К чему же это? Цель проповеди – донесение до людей каких-либо взглядов, распространение определённых мыслей. И примечательно, что в этой миссии Торено открывается перед Карлом и пытается объяснить ему то, чем он занимается, ради чего и почему он использует не самые благородные способы. К слову, в последующих миссиях он также не раз будет доносить некоторые важные мысли до главного героя, возможно, поэтому он, образно говоря, «Проповедник». Также вы наверняка замечали уникальные номера Омега, которые красуются во время миссии на личном автомобиле Майка. Существует мнение, что это отсылка к фильму «Правдивая ложь» 1994 года, где главный герой – это правительственный служащий тайного американского агентства «Сектора Омега», деятельность которого направлена на борьбу с терроризмом. Возможно, это мнение правдивое, и в целом такая отсылка была бы вполне в духе «Рокстар». Но такого предположения мне показалось мало, поэтому я решил покопаться в теме ЦРУ и, кажется, нашёл другое не менее удачное объяснение. Когда в 80-е в Латинской Америке происходили все те события, которые мы уже рассмотрели ранее, и где, собственно, в мире ГТА принимает участие сам Торено, правительству США было необходимо скрывать свою деятельность в этом регионе. И чтобы открыто не посылать туда своих военных, было придумано действовать через ЦРУ, так как деятельность этого агентства строго засекречена. В состав ЦРУ были приняты лучшие солдаты спецназа, которые в итоге и выполняли опасные операции, обладая полной секретностью и полнотой полномочий. Таким агентам, профессионально владеющим боевыми навыками, было дано название «Команда Омега». В том, что Майк с наибольшей долей вероятности связан с ЦРУ, мы уже убедились достаточно, а его боевой опыт проявляется в задании НУИ. Вспомните эту сцену. Отсюда можно предположить, что Торено – это человек из команды Омега. Он агент ЦРУ, который попал в эту структуру из элитного военного подразделения, поэтому имеет соответствующие навыки. При всём этом мы видим, что в агентстве он вовсе не рядовой сотрудник, а человек, занимающий особое место. К тому же в его распоряжении большое элитное ранчо, престижный автомобиль Вашингтон, да и внешний вид Торено довольно внушительный. И даже такая деталь, как полковой галстук, подчёркивает его статус. Посмотрите, как выглядели различные руководители и влиятельные люди из ЦРУ. Не исключено, что частично образ Майка мог быть основан на ком-то из них. По итогу хочется сказать, что Торено достаточно интересен и харизматичен, и очень здорово встречать такого персонажа, в личности которой можно ковыряться, и находить что-то действительно захватывающее и даже исторически ценное. Буду рад видеть ваши оценки, отзывы и дополнения к этому видео. А чтобы узнать ещё больше о мире GTA, предлагаю подписаться на канал и включить все уведомления. На связи был Александр Боряк. До встречи.